Особое мнение на 101FM Сегодня наконец-то стало ясно, что зампред Андрей Маури покинул областное правительство Провожали Андрея Альбертовича, если не ошибаюсь, последние несколько месяцев Так или иначе информация появлялась Ну и принято решение, что у нас отдельного запреда, который будет курировать культуру, спорт и туризм, не будет Как сообщают наши коллеги, культура переходит в ведение зампреда правительства Светланы Шумайловой Управление государственной охраны объектов культурного наследия будет курировать зампред Алексей Жердев И вопросы туризма и спорта перешли к зампреду Дмитрию Курдзюмову Он же будет и отвечать за подготовку областного центра к 650-летию Как вам такие кадровые решения? Ну, то, что не ввели новый зампред Точнее, что распределили обязанности и не ввели эту ставку То есть я считаю, что хорошо Поддерживается, да? Ну, для властного бюджета это как минимум не увеличение фонда оплат труда, скажем так А если говорить серьезно, то я считаю, что распределение вполне логично И текущие зампреды, они вполне справятся с своими новыми дополнительными обязанностями Министр здравоохранения сегодняшнего дня у нас новый, полноценный, без ИО, без приставки Екатерина Ведякина, которая давно работает уже в системе здравоохранения И на этих позициях находилась до последнего времени Ну и еще сегодня губернатор Соколов заявил о том, что Заработную плату, которую он, очередную, видимо, заработную плату, которую он получит в ближайшее время Половину этой суммы он перечислит на счет прихода восстановления церкви Феодоровской Которая у нас серьезно пострадала от пожара на прошлой неделе Думаю, коллеги меня поддержат, заявил губернатор, уверен, что быстро соберем необходимые средства За счет частных пожертвований, бюджетные деньги, подчеркнул глава региона На это мы тратить право не имеем И всем миром к юбилею города церковь восстановим Видимо, пример тем самым глава региона подает, да? Ну, очевидно, да Бюджетные деньги действительно тратить нельзя Потому что церковь отделена на государство И до сих пор это правило действует Я считаю, что даже без пожертвований, моя точка зрения, мое особое мнение Церковь может достаточно быстро найти себе средства, чтобы восстановить церковь Но если будут пожертвования, добровольные, самое главное, то почему бы и нет? А вы знаете, тут на прошлой неделе вообще дискуссия развернулась в социальных сетях, в пабликах Очень много было высказываний о том, что это место, где церковь сейчас находится Возможно бы подошло для каких-то других объектов Вы с этим согласны, поддерживаете? Или все-таки вот место намоленное, как говорится И пусть церковь на этом месте остается восстановленная? Ну, здесь можно долго рассуждать, что и как Да, рядом прогулочная зона, можно было бы сделать, наверное, что-то другое Но с учетом того, что пока участок земли, как я понимаю, находится в аренде У церкви, то им решать Да, им решать, как бы что будет делать Здесь, повторюсь еще раз Это, там, можно много обсуждать, что было бы сделать Но, наверное, там, решать будет уже, там, не мы А те структуры, которым принадлежат земельный участок И которым им пользуются в аренде То есть, можно ли было сделать что-то другое? Наверное, да Нужно ли восстанавливать, там, еще раз говорю, там, храм на этом месте? Ну, это решение за епархии, поэтому как они решат? Давайте продолжим обсуждать другие насущные, острые, злободневные, да, вещи для нашего города и для нашего года региона в целом Совсем недавно стало известно, по данным Центра управления регионом Кировской области Большинство жалоб жителей нашего города в соцсетях были связаны с благоустройством Вы с благоустройством работаете напрямую Неоднократно говорили об этом ранее О том, что вы являетесь председателем старшим по дому, в котором живете И в начале этого года та же самая история произошла И тоже на совещании у губернатора эти вопросы обсуждались Как вы оцениваете вообще работы по уборке города этой зимой? Меняется ли что-то в лучшую сторону? Вот многие уже говорят о том, что не видят изменений Вы к кому себя причисляете? Я причисляю к тому, что системных сдвигов нет Я поясню, почему То есть, да, там надо отдать должное, что Симаков Там, своим примером и своей открытостью показывает, что что-то можно сделать Но ручное управление, оно в чем и слабо, что оно не решает системных проблем Потому что, если говорить про наш округ, про филейку, в частности, про частный сектор Изменений никаких нет То есть, как плохо чистили, и в эти выходные, например, там снова была проблема И в деревне Шубино, и в Слободане-Кольску плохо достаточно чистят То есть, как странная проблема, то есть проезды, да? Да, проезды, то есть, ну, муниципальные участки Мы сейчас говорим про муниципальные участки Это проезды, ширина проездов Потому что вторая проблема, это если чистят, то в одну машину и двум машинам не разъехаться Она осталась, эта проблема То есть, здесь можно много уже говорить о том, что что-то должно изменяться Пока этого нет Вторая проблематика, на мой взгляд, это отсутствие какой-то четкой координации Потому что у меня есть участок на улице Дзержинского Муниципальный участок, где в прошлом году, позапрошлом уже, получается, году высадили кустарник Его в прошлую зиму благополучно городу Мострой срезал Ну, потому что УДПИ не сообщило информацию о городу Мострой Повторюсь, обе муниципальные учреждения Нет связи между собой Нет связи И вот, они их снова высадили И в этом году снова срезали Ну, то есть, как бы, вот такая история А говорят, два раза не попадает в одно место Попадает Причем эта история как раз говорит о том, что, ну, скорее всего, почему это сделали Проехался кто-то чиновник по улице Дзержинского Увидел, что на ней стало уже опасно сужено Ну, это действительно так И дал команду срочно к такому-то времени все почистить Ну, то есть, опять же, не разобравшись, не системно не проработав этот вопрос Дорогу, к слову говоря, почистили Вообще вопросов нет, сделали хорошо Но, говорю, повторюсь, там, попутно срезали те кустарники Которые, к сожалению, там, опять придется высаживать этой весной Ну, или там Это же бюджетные деньги Это бюджетные деньги, да Небольшие, но, тем не менее, два раза уже потратили бюджетные деньги Ну, как бы, впустую, можно сказать В общем, системных изменений глобальных, серьезных, на ваш взгляд, не происходит, увы Ну, вот я и говорю, это потому, что, на мой взгляд, там, при всем уважении к Симакову Действительно так, там, открытость, личный пример и так далее Но системных изменений внутри администрации пока, мне кажется, и в теруправлениях не произошло То есть, и как, там, условно говоря, проблема с чисткой дорог Там, машины, большие грузы, которые стояли, там, в том числе на улице Дзержинского Там, и прочая, прочая история Они, как бы, решаются только тогда, когда, говорю, кто-то позвонит, скажет И тогда колесо начинает крутиться Как только давление меняется, то есть, ослабевает контроль управления То все, колесо останавливается и замирает То есть, поэтому нужны системные изменения И вот системные изменения, пока я таких сильных, во всяком случае, на своем микрорайоне, я их не вижу А если брать город в целом? Ну, в целом, вот я имею в виду Есть улицы, ну, можно же, как сказать Если посмотреть, как убирается около городской администрации, то вообще у нас все прекрасно Поэтому здесь, наверное... Ну, традиционные сгоды в год Вопрос связан с тем, что проблема с тротуарами и так далее Она, еще раз говорю, возможно, где-то стала лучше Но, если говорить про системную работу, что она действительно стала на всех участках системно лучше Этого я не вижу Хотя, повторюсь, где-то в центре города, где-то на тех участках, где часто бывают и руководство нашей области, и руководство нашего города То, наверное, да, там стало лучше И практически, вот я говорю, если сейчас выглянуть в окно, я думаю, что и в здании правительства там всегда чистится до асфальта дорога И проблем таких нет Но отойдем чуть-чуть дальше, и проблема начинается И там увидим А настройка, отстраивание этой системы, с чего должно начаться, по крайней мере, на ваш взгляд? Ну, всегда же начинаешь с... Начиная от головы, замы, замы, вниз, вниз Ну, мне кажется, вот то, что сейчас нужно сделать, это подбирать команду таким образом, чтобы могла она работать самостоятельно, двигаясь вперед А не потому, что кто-то позвонил Потому что история же еще есть с дорогами, вот, которые я судился Судебное решение закончилось в 21-м году, как срок исполнения судебного решения Сейчас уже 22-й год закончился, 23-й Речь идет о строительстве, да? Да-да, Стахановская и Крупская И Стаханскую до сих пор не могут сделать проектно-смертную документацию Потому что там ее переделывают, она не проходит госэкспертизу Это же не потому, что такие подрядчики плохие Это потому, что, ну, возможно, на мой взгляд, там, исходные данные не так были поданы с самого начала Там принадлежительно относились к подаче документов Потому что, к слову говоря, у нас, у города вообще есть управление капитального строительства, хочу сказать Казенное учреждение, которое могло бы этим вопросом озаботиться еще в 19-м году Но, к сожалению, как бы вот это показывает историю того, что даже если там есть судебное решение, оно не выполняется История с улицей Сурикова точно такая же То есть, да, сколько лет мы ее ждали, и мы видим, что сроки были, опять же, нарушены Не потому, что подрядчик плохой или хороший Это отсутствие каких-то системных вопросов, вопросов контроля и так далее Вот пока внутри не придет понимания, что все должны работать не потому, что кто-то сказал, позвонил, накричал, а потому, что так требует система То изменений не будет, на мой взгляд Ну, с другой стороны, Вячеславу Николаевичу надо отдать должное По его словам, активно он сейчас занимается ревизией, да, и контролирующей структурой занимаются ревизией муниципальных органов Как отметил Симаков в конце прошлого года Внимание у него заострено в том числе на структурах муниципальных, которые занимаются, мягко говоря, непонятно чем И вот сейчас он от них избавляется, да, и говорил он неоднократно о том, что практически каждую неделю с кем-то прощаемся, вот отстраивая, выстраивая эту новую систему Возможно, через несколько месяцев мы увидим эти результаты Ну, будем надеяться Хочется выразить надежду, да Мы же сейчас говорим про сейчас То есть я не говорю, как раз не говорю о том, что там всегда так будет Я надеюсь, что будет лучше, я всегда говорю, что завтра точно должно быть лучше, чем сегодня Поэтому будут результаты, ну, об этом, безусловно, скажем А вот про открытость, я еще раз повторюсь, про открытость Симакова, про его готовность коммуницировать Мне кажется, это то, что нельзя не отнять И это тот, как бы, пример, который нужно брать всем другим чиновникам Тут молодец, насколько ты скажешь В начале года, когда качество уборки дворов, дорог обсуждалось на совещании в областном правительстве Губернатор Соколов резко раскритиковал госжилинспекцию И чуть ли не пообещал непосредственно находиться там, вот в палатку отправить, да, сотрудников ГЖИ Чтобы наблюдать за тем, как расчистка ведется, насколько вы считаете оправданы эти претензии в адрес ГЖИ? Ну, проблема с управляющими компаниями есть Две трети управляющих компаний, конечно, ГЖИ не закроют Такой был популистский историй Там же, да, как довес еще шел, да, призыв сократить к весне на две трети, да, число управляющих компаний Ну, это практически, ну, в рамках текущего законодательства это невозможно, скажем так Вот, а то, что ГЖИ, ну, они, во-первых, ограничены сейчас в связи с ситуацией, там, как раз прохождение проверок Ну, что у меня была какая история? Жители пожаловали, что на крышу их дома, двухэтажный дом, практически упало дерево Значит, я написал запрос в ГЖИ ГЖИ сделала запрос в управляющую компанию, которая сказала, что дерево срубило И ГЖИ ответила мне, что все, дерево срублено Работа проведена Дерево стало стоять, как бы, и только повторный запрос, звонок в ГЖИ Как бы, и повторное обращение в управляющую компанию привело к тому, что дерево стали, там, убирать Там, да, это показывает тому, что и ГЖИ, с одной стороны, я сейчас не в виде оправданий, они ограничены в ресурсах Ну, и опять же, действующих ресурсов, которые у них есть, на мой взгляд, они используют недостаточно То есть можно было бы усилить какие-то контрольные функции, и количество управляющих компаний, там, недобросовенств стало бы уменьшаться Но тут еще, я всегда говорил, и в эфире вашей радиостанции всегда говорю, тут не стоит перекладывать все на плечи ГЖИ То есть жители сами, сами могут менять управляющие компании И с точки зрения рынка, управляющие компании в Кирове столько, сколько с одной стороны позволяет рынок и гражданская активность наших жителей Почти 120 у нас их почти в областном центре, если не ошибаюсь, по данным администрациям Если каждый дом будет иметь актив и выбирать свою управляющую компанию, то я вас уверяю, через год у нас количество управляющих компаний сократится в несколько раз Только проблема в том, что найти этих активных жильцов иногда, как бы, знаете, там, очень сложно и напоминает историю, когда кот прищемил себе хвост и мяукат, но там ничего для этого не делают Так же и часто происходит, то есть жители говорят, у нас плохая управляющая компания Я говорю, давайте вместе с вами пройдем этот путь, там, они говорят, отлично, давай Что нужно сделать? Я говорю, сначала мне нужно несколько активных жителей, и все И в 90% случаев тема рассыпается, потому что все говорят, мне это не надо, у меня работа, у меня дети, у меня там это, все То есть, и, следовательно, повторюсь, у нас столько управляющих компаний, сколько жителей позволяет, как сказать так, над собой измываться плохих управляющих компаний То есть, и можно ли это изменить? Можно, но здесь должно быть двустороннее движение Мне кажется, вот как раз в силах города, в силах правительства Кировской области, ну, и это должны делать, ну, скажем, активно системная работа Это просвещение жителей, то есть они должны понимать свои права и обязанности, и эта работа, повторюсь, ведется У нас есть и совет старших по домам и так далее, но ее недостаточно То есть, когда люди понимают свои права и обязанности управляющих компаний, что нужно требовать и так далее, то тогда количество недобросовестных будет снижаться То есть, это то же самое, как в любом бизнесе, если говорить про магазины, если плохие магазины есть, но время приводит к тому, и если есть конкуренция, то плохих магазинов, ну, условно, плохих, там, с плохим качеством продуктов, сервисом С прострочкой какой-нибудь, да, там, недостаточным ассортиментом То же самое должно произойти в управляющих компаниях, но, к сожалению, пока мы находимся немножко на другом этапе, пока мы еще не готовы, я сейчас говорю про мы, это большинство людей Как бы взять и понимать, что все-таки же дом в том управлении, как ты сам захочешь А, кстати, поделитесь собственным опытом взаимодействия с управляющей компанией, как вы решаете проблемные моменты, в том числе связанные с уборкой, двора, вывозом снега и так далее Ну, в нашем доме было несколько управляющих компаний, такой путь был непростой, и наша управляющая компания, это не значит, опять же, что она идеальна, она для нашего дома, возможно, подходит лучше, чем для других, потому что, ну, вот, специфика своя есть, там, соседние дома, там, общая территория и так далее То есть здесь очень просто, то есть нужно, на мой взгляд, определить требования большинства жителей к той или иной управляющей компании Например, у меня одно из требований, так как дом очень, достаточно большая доля пенсионеров, чтобы нахождение управляющей компании было в шаговой доступности Ну, как бы, хотя... Чтобы далеко идти Далеко не идти, хотя я не думаю, что сейчас вообще кто-то туда ходит, потому что есть телефоны, интернет и так далее, но тем не менее И когда ты определяешь эти требования, повторюсь, с жильцами вместе, совместно, потом выбираешь, смотришь, как она работает в других домах и принимаешь решение Более того, если тебе она не нравится, ты не должен молчать, высказывать претензии, потому что, повторюсь, ты им платишь деньги И это... они должны понимать и жители, и управляющие компании, что это договор То есть если одна сторона не выполняет договор, то есть жители не платят, управляющие компании... Это возникает основание для того, чтобы... Да, и то же самое наоборот, если управляющие компании не выполняют обязанности, я всегда всем говорю, ну, вы попробуйте с ними поговорить, высказать свои требования Но если они не получаются, расторгайте договор, ищите другую управляющую компанию Ну, то есть не стоит ходить в магазин, где постоянная просрочка Наверное, стоит, можно пожаловаться один-два раза, но лучше сходить в соседний магазин, где все хорошо. То же самое с управляющей компанией. Кстати, у вас на доме, как люди почувствовали повышение платы за коммунальные услуги в связи с декабрьским подорожанием? Какие-то эмоции вызвало? Ну, конечно же, это вызвало. И тема тарифов-то у вас в депутатской деятельности тоже такая на особом контроле. Просто, мне кажется, за счет нового года, пока это не все прочувствовали и осознали, но, безусловно, рост существенный. Более того, хочу сказать, что в этом году это второе повышение, хотя нам сказали, что это авансовым за следующий год. Ну, вернее, в 22-м уже ушедшем году, там было бы июль и в декабре, соответственно. По закону должно быть раз в год. То есть, по сути дела, закон не переделали, но сказали, что повышение в декабре это как бы авансовость за 23-й год. Ну, вот давайте дождемся июля 23-го года и посмотрим, выполнены ли мы это обещание. Но, по сути дела, к сожалению, с точки зрения населения, на мой взгляд, государство сделало не очень этичный шаг. То есть, как бы, это то же самое, что, знаете, вы пришли опять раз сегодня, сегодня мы про магазины, купили хлеб, говорят, а ты еще заплати, но за буханку придешь завтра, заплати сегодня. Вот примерно то же самое происходило с повышением тарифов. И это, безусловно, для социально слабо защищенных слоев населения это серьезный удар, потому что повышение прошлось по всем статьям, по ресурсным. Кстати, на федеральном уровне сейчас обсуждается интересная инициатива. По-моему, Общественный совет Приминстроя об этом говорил и предлагал. Суть в чем? Суть в том, что, задумываясь о повышении тарифов, учитывать платежеспособность людей. Насколько помню, если в конкретном регионе треть или тридцать процентов жителей не могут оплачивать коммунальные услуги, значит, нужно что-то делать, каким-то образом поднимать уровень жизни в субъекте. Как вы оцениваете такую инициативу? Инициатива хорошая. Вопрос, как ее будут реализовывать, потому что, как считать? Потому что, если взять Росстат, то средняя зарплата в Кировской области... Ну, сорок с небольшим тысяч. Вполне, ну, такая, не самая печальная, назовем так, в отличие от тех же республик Южных, где там зарплата меньше и так далее. Но если поговорить с людьми, то достаточно много людей, там, подавляющее большинство получает зарплату иногда ниже сорока, и все говорят, ну, а где средняя такая зарплата? Ну, она у кого? То есть я к тому, что это статистика, поэтому как будут оценивать эти регионы с какая-то доля? То есть я думаю, что здесь снова найдется какая-то лазейка, и мы увидим, что, в принципе, у нас доходы достаточно большие. Я сейчас говорю про население в целом. И вроде бы можно повышать, как бы, да, потому что понятно, что тарифы — это то, от чего нельзя уйти. То есть еще раз говорю, можно перейти на какие-то... затянуть пояса в питании и так далее, но коммунальные платежи — это обязательные платежи. Ты не можешь, даже если очень захочешь, сделать их ниже. Ну, там, понятно, экономить свет и так далее, но, тем не менее, есть определенные ресурсы, которые, ну, меньше не можешь. Ты не можешь жить без воды, без электричества, без газа. То есть в любом случае ты можешь тратить... Задача государства, конечно же, или вводить в субсидирование. И у нас уже есть, там, к слову говоря, часть затрат компенсирует государство. Вот. Но, наверное, недостаточно еще в этом направлении каких-то шагов. И, безусловно, на это надо смотреть. И, повторюсь, надеюсь, что в июле 2023 года не придумают какую-то другую историю, почему нужно еще... Какое-то еще одно обоснование, да, для того, чтобы тариф поднять. Давайте поговорим про работу общественного транспорта. В Кирове тоже резонансная новость. Новость января, передача в аренду к ПАТам, кировскому ОТП, 29 вместимых автобусов за 22 миллиона рублей в год. По словам чиновников, законодательство не позволяет иначе оформлять эти взаимоотношения других организаций. То есть, безвозмездно нельзя передать. Но вот есть мнение, что это может стать одним из поводов для очередного роста стоимости проезда в общественном транспорте. Как вам эта история? Будучи депутатом городской думы в недалеком прошлом, вы тоже активно обсуждали, да, эти все вопросы общественного транспорта. Я хочу там с последнего начать, с повышения. Ну, изменится ли тариф на общественный транспорт, но это точно, вот, будет эта сделка или нет, не повлияет. Но я простой пример приведу. Это последнее повышение, которое произошло в 22-м году весной. То есть, в декабре 21-го года были проторгованы все контракты годично по старой цене, значит, да, 26 рублей. То есть, все согласились, переводчики, что цена достаточна для того, чтобы автобусы функционировали, ездили. И буквально через несколько месяцев стали заявлять о том, что все контракты убыточные и надо повышать цену. Ну, то есть, я к тому, что экономика повышать, не повышать, она не в плоскости, точнее, решение повышать тариф или нет, оно не в плоскости экономической, оно в плоскости социальной. И сейчас уже достаточно, там, много споров и вопросов, и мои коллеги тогда тоже это обсуждают, о том, что, безусловно, без субсидий общественный транспорт убыточен. Поэтому вопрос повышения, наверное, не связан, на мой взгляд, не связан с этим контрактом, и захотят ли повышать, в большей степени будет связан с предстоящими, там, выборами в 24-м году, когда лучше повысить, чтобы люди про это забыли и так далее. Ну, то есть, вот такая история туда. А по поводу передачи автобусов, ну, то, что автобусы нужны, да, вот, это, безусловно, так. Другое дело, что, когда, значит, обсуждался вопрос, и вот тот прислутый миллиард, в том числе, на закупку автобусов на областное предприятие, как раз, конечно же, мы говорили о том, что, какая есть необходимость в этом, с точки зрения того, что есть не только Кировская, есть еще районные, значит, транспортные предприятия, которые нуждаются. Как вы будете реализовать процесс туда передачи? На что нам сказали, придет время, мы это все решим, но вот мы видим результат, что, по сути дела, за счет бюджетного, бюджет города перейдет частично там в бюджет другого. Понятно, что все, по сути дела, государственные предприятия, муниципальные, запятая государственные, но, тем не менее, там, из одного кармана в другой, зачем? Можно было с самого начала, наверное, придумать какую-то другую схему. Ну, тут, кстати, по поводу общественного транспорта недавно тоже проблема возникала. В морозы, да, у нас был серьезный невыход на линии, в том числе, городские чиновники это обосновали каким-то некачественным топливом, дизельным топливом. И сразу же у многих вспомнилась эта история с печным, так называемым топливом, ВТП, и вопрошали многие, да, неужто эта история продолжается, почему нельзя сделать все так, как следует, ну, вот, увы. Снова эта история повторилась, да. Ну, так или иначе, приятно ездить на новых автобусах, да? Да, конечно. В областном центре. Вы пользуетесь активно общественным транспортом. В том числе, безусловно, они более комфортны, значит, и более вместительны, и заходить, и выходить из них, конечно, удобнее. Хотя при этом все равно количество автобусов малой вместимости, так называемых пазиков, их по-прежнему достаточно много. И мне кажется, это все-таки же должно быть вот то, что сейчас решение проторговали на несколько лет, маршруты, там, я сейчас говорю про уже действующие контракты, это, конечно, дает повод надеяться, что перевозчики, в том числе и частные, все-таки же займутся обновлением автобусного парка, и количество автобусов современных, более удобных, они, конечно, будут расширяться. Ну, там, по словам руководителя автотранспортных предприятий, серьезной проблемы, конечно, с рабочими кадрами водителей и кондукторов не хватает. Мы же знаем, да, что тут из Ижевска даже пытались как-то привлекать, но, увы, видимо, ничего не получалось. И, по слухам, сарафанное радио работает, там, в общем-то, неплохие зарплаты у водителей и кондукторов, ну, у водителей, в первую очередь. Непонятно, почему люди не идут работать. Может быть, не знаю, какую-то программу организовывать у нас по привлечению кадров, как думаете? Ну, это такая история. У нас полминутки, да. Да, всегда есть, с одной стороны, места хорошие, с другой стороны, там, не всегда люди готовы на них идти. Проблема не только, мне кажется, ВТП, и у нас до недавнего времени не хватало рабочих кадров на заводах. Это после последних событий, там, все ставки были заняты на так. Проблема есть, но, безусловно, еще раз говорю, там, задача руководства автотранспортных предприятий ее решать в рамках тарифов, которые есть. Реклама у нас сейчас будет небольшая. Михаил Ковязин, депутат ЗАГС Собрания Кировской области. Мой собеседник. Продолжим через полторы минуты. Особое мнение. На 101FM. Депутат ЗАГС Собрания Кировской области у нас в студии, Михаил Ковязин. Кстати, в чем сейчас, Михаил Николаевич, заключается суть работы с избирателями, с людьми? Возможно, есть какие-то предложения, инициативы, которые будут выливаться в законотворческие инициативы? О чем сейчас подумываете? Ну, вопрос, ну, обращений достаточно много, там, их даже, я бы сказал бы, большая часть не связана с законотворческой деятелем сейчас с таким текущими вопросами. Текущие дела, да. Это и ЖКХ, и благоустройство, и так далее. Вот. Но если говорить про законотворчество, это, конечно, основная история, это связано с алкомаркетами, назовем их так. То есть это магазин 24. И мы, в принципе, в прошлом году принимали такие законы, скажем, позапрошлым, получается, в 21-м году. Потом их сдвигали, но я надеюсь, что сейчас уже больше изменений не будет, и в марте будут введены первые ограничения по торговле алкоголем. Но это первый шаг, но не единственный, на мой взгляд, потому что проблема такая есть. И люди жалуются, как закрыть магазины, которые торгуют незаконно в ночное время. Повторюсь, так называемый магазин 24. Но здесь не все получается. Вот в этом направлении, безусловно, там, одно из основных наказов моих избирателей. Туда идем. Почему не сдвигается с мертвой точки вообще это дело? У нас традиционно полиция рейды проводит, да. Мы традиционно видим эти новости. Пришли, изъяли столько-то литров, ушли. И Вячеслав Николаевич Тимаков у нас тоже в конце года заглядывал туда с рейдом совместно с полицией. Но ничего не меняется. Вот пришли, ушли, изъяли, все. Пришли, ушли, изъяли. Изъяли только то, что если есть лицензия, контрольная закупка. Если нет лицензии, да, то, что нашли. Но магазин закрыть невозможно. То есть, опять же, тут есть вопросы про закон о предпринимательской деятельности и так далее. Страф на продавца, по-моему, до 5 тысяч рублей. Что-то такое незначительное. То есть, я к тому, что как раз история связана с том, что, наверное, главная задача, повторюсь, не закрыть, не запретить торговлю алкоголем вообще в городе Кирове. Хотя такие иногда призывы отдельно звучат. А именно сделать ее в рамках того, чтобы ограничить доступ в ночное время. Потому что, я повторюсь, закон запрещает делать, но нарушение есть. С 11 вечера до 8 утра у нас нельзя продавать. Нельзя, но делают. То есть, еще раз говорю, закрыть на замок такого нарушителя пока полиция не может в рамках действующей законодательности. То есть, такая проблема есть. И задача сделать так совместно с правоохранителями органами и с депутатами всех фракций. Потому что только так можно договориться и принять правильные законы. Чтобы все-таки же сузить возможность нарушения законодательства, скажем так. Или в идеале вообще их ограничить. И мы, думаю, к этому придем. Вопрос времени, повторюсь, не ущемляя права от добросовестных розничных магазинов, которые осуществляют торговлю и получают определенный доход. Это одно из основных направлений, которые я веду. И специфика микрорайона, от которого я избрался, эта проблема звучит достаточно остро. Иногда жильцы самостоятельно, повторюсь, за счет жалоб, за счет решения совета дома, такие магазины закрывают. Но, повторюсь, там есть пока, скажем, законные методы. Прямо закрывают или приостанавливают? Ну, закрывают. Есть случаи, когда такой магазин открылся, там, по сути дела, была бывшая квартира, переделали в нежилое, на первом этаже, не согласовав с жителями, по сути дела, открыли вход. Вот это, скажем, вот в этом случае жильцы смогли добиться, потому что нарушение. Если же изначально помещение было нежилым и все мероприятия были проведены, ну, как бы здесь сложно. У меня даже есть в округе магазин, который открылся в подъезде. То есть это бывший сквозной подъезд в администрация города Кирова. И это такая туманная история во времена Быкова. Дала разрешение переоборудовать этот подъезд в нежилое помещение. Вначале он был, конечно, не магазином, просто нежилым. Провели туда коммуникации без ведомых жильцов. Значит, вот этим вопросом тоже... Ну, это уж откровенно, что такое противозаконная деятельность. Вот, да. И он торгует... Вот магазин 24, то есть он торгует алкоголем. И, повторюсь, там, где, в принципе, вот это что вы? Это тяжелое помещение или это вообще помещение или... Ну, то есть вот такой парадокс. Администрация не может найти документы, кто конкретно подписывал согласование на перевод, повторюсь, подъезда, части подъездов и нежилое. Ну, вот с этим будем разбираться. А вы говорите, там, закрыть. Мы даже вот это пока не можем закрыть, добиться. И грустно, и забавно, да, как говорится, да. Три с небольшим минуты у нас еще есть. Хотелось бы о вопросах детской безопасности еще поговорить. Вы как депутат, как родитель тоже заинтересованы, безусловно, в этом. У нас почти 300 миллионов в этом году. Денег из областного, из городского бюджета уйдут на поддержание безопасности в школах, детских садах. Охранники из частных охранных предприятий. Все мы помним, да, эти трагичные события в конце сентября в Ижевске. В 88-й, если не ошибаюсь, школе почти два десятка погибших. Вот у нас срочно были выделены деньги тогда. И сумма уже обозначена. И новость последних дней в том же заключается, что еще и муниципальные детские сады сюда тоже будут подключены к этой охраняемой сети. Удастся ли нам, на ваш взгляд, в итоге повысить безопасность действительно наших детей? Ну, первые шаги сделаны. На мой взгляд, это не только... Если мы обойдемся только охранниками, ничего не решит. Ну, точнее, сильно не решит, потому что нужно вопрос решать комплексно. Это система видеонаблюдения, система доступа к периметру. Потому что пример не то, что даже других стран и городов. Пример, как у нас сохраняется особо... Ну, там, тот же МВД. То есть это не просто дверь на входе там, да. То есть сначала ты не... То есть ограничение начинается с периметра, то есть забора. То есть иными словами, мы тоже с коллегами это обсуждали. То есть помимо того, что охранник в школе, там, калюсицированный и так далее, должна быть еще система такая, чтобы злоумышленник не мог зайти в ворота. А если зашел, что уже охранник это увидел. Уже обратил внимание, да. Да, заблокировал дверь и так далее. Это другие деньги, это другие средства. Но, повторюсь, первый шаг сделан. Я считаю, что нужно двигаться в этом направлении, потому что безопасность наших детей, это, безусловно, очень важный, один из самых важнейших вопросов. И здесь, безусловно, бюджетные деньги должны быть израсходованы, потрачены на максимальную эффективность. Ну, будучи, да, депутатом Кировской городу, мы тоже уделяли много внимания этим вопросам. У нас же еще, по сути, много, да, таких мест, учреждений, которые, ну, не защищены. Проблемы с ограждениями, с периметрами. И каждый год на это бюджетные деньги выделяются. И я думаю, что еще там... До решения конечного вопроса еще очень много. Долго еще. Долго, но надо этим заниматься и привлекать специалистов. Потому что, повторюсь, когда просто, если мы поставим в каждую школу по платному охраннику вместо вахтеров, проблему системно, она не будет решена на 100%. То есть ее нужно решать в комплексе. В том числе то, что говорили мои коллеги, это и вопросы, значит, воспитания, это вопросы психологической поддержки в школе. Ну, то есть это же вот те истории, которые произошли, они же не произошли там просто так. Они тянутся в некую историю, которую нужно первопричины найти в разных сторонах. Не только дать ограничения там по доступу к школе, но и в том числе психологические моменты, воспитание, чтобы этого не допускать. Вот. И комплексно нужно решать, и там, безусловно, тоже нужно тратить деньги. И вводить штатные единицы, и профилактикой заниматься. Ну, то есть это такой комплексный вопрос. Хорошо, что, ну, то есть еще раз говорю, там начали с малого, но самое главное сейчас на этом не остановиться, а двигаться системно. И расширять, да, список этих защитных мер. Звукорежиссер нам подсказывает, что пора совершать там сегодняшнюю беседу. Ну, благодарю нашего гостя Михаил Ковязин, депутат Законодательного собрания Кировской области, член фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Удачи. Спасибо. До новых встреч в нашей студии. Всем здоровья, да. Всего доброго. Особое мнение на 101FM